11 января в Верхнеуральском городском доме культуры с соблюдением всех профилактических мер прошла губернаторская елка. Это самый массовый праздник для детворы со всех школ района. Приглашение получили отличники учебы, победители различных конкурсов, школьных, районных олимпиад, спортивных соревнований. Все те, кто любит учиться, успевает везде и преуспевает во всем. С поздравлениями к ребятам обратились губернатор Челябинской области Алексей Текслер через видеообращение и глава Верхнеуральского района Сергей Айбулатов. Мы все надеемся на добрые перемены и новые успехи. Получаем подарки и загадываем самые заветные желания. Пусть в новом году у вас все получится, пусть исполнятся все ваши мечты. Я очень хочу, чтобы этот праздник запомнился вам надолго и свет рождественского чуда целый год согревал ваши сердца. Сегодня здесь дети, вот я для артистов говорю, со всех 17 школ Верхнеуральского района. У нас огромный район, у нас 52 населенных пункта и 17 школ. Поэтому здесь собрана самая маленькая армия ребят. Вот когда, если бы мы собрали всех, то, наверное, площади бы не хватило. Дорогие ребята, вас всех с наступившим Новым годом. Желаю вам творческих успехов, успехов в учении, ну и, соответственно, радостного настроения в сегодняшний день. С праздником вас! Подарком для ребят стал спектакль-мюзикл по мотивам сказки «Шарля Перо» «Муркис де ля Кот», прекрасно сыгранный актерами Магнитогорского театра оперы и балета. Это поучительная история о дружбе и взаимовыручке, смелости, преданности и умении находить выход из самой сложной ситуации. План такой! Сейчас мы с тобой вместе идем в лес, поохотимся там, пообедаем, шашлык-машлык покушаем. Потом я привяжу тебя к дереву, а сам пойду на полянку неподалеку. Там каждый день король с принцессой отдыхают во время прогулки. А я? А ты по моему сигналу начнешь кричать и звать на помощь. Я выбегу на полянку, скажу, что на моего хозяина, Маркиза де Карабаса, напали разбойники, и ему нужна помощь. Какого Маркиза Карабаса? Какого сигнала? Каких разбойников? Кот! Ты будешь Маркизом де Карабасом. Я тебе неукну громко, а ты попишешь то и смочи, будто бы на тебя напали разбойники. Это понарошку. Глупый план. Я не хочу. Не хочу быть Маркизом. Не хочу разбойником. А жениться на принцессе хочешь? Хочу. Целый день могу торчать возле зеркала. Со мной так бы сравнить даже не так. Капара. Ворона я примитальная. А я очень, очень оригинальная. Карр, 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 я суперсто. Карр, 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 я суперсто. Принцесса, мой руки и обедать. Вашего сочного вас король зовет? Успеется. Ты, кушечка, не расстраивайся. Найдется твое жерелье. Далеко ворона не могла его унести. Я, я прикажу слогам. Слоги. Поищите им гнездок, на деревьях и в кустах. Вы спасли меня и весь замок. Ну, это все не я. Это мой хозяин, маркизный карабас. Он как раз сегодня рядышком здесь охотился. Введен летящую ворону с ожерельем. Снял сапог. Прицелился. Швырнул сапогом в сторону вороны. И попал. Ворона выронила ожерелье. Маркиз подобрал его и направил меня на поиски хозяев. И вот я, собственно, иду. Итак, я еще раз повторяю. Все претенденты на руку моей дочери прошли испытания. Принц Густав лучше всех стрелял из лука. Граф Марио дольше всех продержался на необъезженном коне. А маркиз Карабас разгадал все загадки. Наступил последний конкурс. Я обожаю петь и танцевать. Кто удивит меня своим искусством, за того и выйду замуж. Ваше высочество, ваше высочество, сердце мое ни камни унять. Ваше высочество, как же мне хочется вас королевой своей назвать. Значит так, король. Я? Да-да-да-да. Утром приведешь ко мне принцессу. Мы дворец праздник устроим. Ну, а заодно указ напиши, что королевство мне отдаешь. Да гляди веселей, дочка замуж там. Удачно выходит. Отдать королевство? А я чем править буду? Я куда денусь? На пенсию, король. На пенсию. Там тебе домик у реки. Утром будешь крырку ловить, а вечером птичек слушать. Но я же ведь... Что? Спорить со мной? Съем ведь тебя. Снова в кого хочешь, чтобы я превратился? В кого хочешь? Хочешь во льва? В льва, в льва, в льва! Зачем во льва? В льва каждый дурак сумеет превратиться. Но в кого? В кого мне превратиться? Ну, может быть, например, хотя бы в мышку. Ой, в мышку. Давайте легко. Смотри, сейчас... Перепрыгну через волшебную дубину. Смотри. И превращусь в мышь. Распрягаюсь, приеду. Смотри, смотри, ну что, ну что, съел, съел мой любоедик. Еще пока нет. А сейчас съем. Хорошо, что светит нам, солнце в небе я оставлю. Хорошо, что в мире есть при любовь и счастье. Хорошо, что в мире на друзья встречаются. Хорошо, что сказки хорошо кончаются. Актеры подарили ребятам сказочное настроение и незабываемые эмоции. Мне очень понравился этот фильм, особенно год. Я поздравляю всех своих одноколассников учительей с Рождеством. Я желаю, чтобы они удачно учились, чтобы не болели и каждый день проходил у них удачно. Спасибо большое!